Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 8 том, вопрос 2161. Какая уверенность, что все видения у святых были от Бога? Ответ. Даже судя по тому, что написано в житиях, а написано, может быть, настолько предвзято и пристрастно, что возникают сомнения, да было ли это, или вообще не было, и тогда видно, что верить никак не нужно было. И еще встречается, что их сатана обводил вокруг пальца, или вокруг рогов, или хвоста, видениями, как Исаакия Печерского, Симеона Столпняка, Никиту и других. Там всегда ссылки на некоего мужа, некое видение. Златоуст советует, что если даже и истинное явление было, а ты не поверишь, то получишь от Бога за то неверие, похвалу, чтобы не обмануться. Примеры из жития святых. Симеон, Дивногор, 24 мая. Спустя некоторое время Симеон увидел некоторого мужа, дивного лицом, облеченного в белой одежде, сказавшего ему, «последуй за мною». Симеон последовал за ним. Муж, явившийся ему, привел его в страну Теверинскую, находившуюся рядом с Елевкией. Муж привел от Рока на место, называвшееся Пила. Здесь от Рок пребывал в горе пустынной, живя со зверями, как саганцами. Он имел своим сожителем только зверей, так что никто из людей не видел его. Ночью и днем его осеивал свет неизреченный. Принимал пищу Симеон из рук того светлого мужа, который привел его сюда. Муж тот часто являлся ему, поучал его во всем и подавал ему в свое время пищу. Спустя некоторое время, по наставлению того же мужа, Симеон зашел наверх горы и нашел здесь небольшой монастырь, игуменом которого был блаженный Иоанн, стоявший на столбе. Этот игумен имел частые видения, предуказавшие, что к нему придет блаженный отрок Симеон. Так, например, он видел отрока в белой одежде, иногда направляющегося в монастырь на колеснице, иногда летающего по воздуху и палящего на монастыре, иногда стоящего на светлом столбе и со столбом, приближающимся к монастырю. Видел сей блаженный Иоанн и ангела, показывавшего ему на троку того и говорившего, «Вот это тот, через которого ты получишь спасение». Обо всех этих видениях игумен Иоанн говорил инокам, пребывавши вместе с ним. Когда же по Божьему усмотрению в его монастырь пришел блаженный Симеон, то иноки весьма удивлялись тому, что столь малое дитя, не имевшее еще и шести лет, могло одно ходить по такой пустыне и найти монастырь. Игумен же Иоанн, увидав Симеона со столпа своего, понял, что это был именно тот отрок, которого он неоднократно созерцал в видениях своих. В монастыре том жил один простец, пасший из стада. Увидав высшеестественное посещение отрока того, он разжегся дьявольской завистью к нему и замыслил любить его. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братьев построить ему столб близ столпа Ава Иоанна. Согласно его желанию, стол был выстроен при столпе Иоанновым. Отрок взошел на него, имея всего лишь семь лет отроду и будучи облеченным в образ инческий, блаженным Иоанном. И стоял он на столпе, подражая Аве Иоанну. При начале его подвига, столпного, ему явился Господь наш Иисус Христос в виде отрока, сиявшего неизреченную красотою. Иоанн пел каждую ночь по тридцати псалмов, а Симеон по пятидесяти, а иногда по восьмидесяти. Часто же и всю псалтырь пропевал в одну ночь, совершенно не предаваясь сну, и днем святой непрестанно словословил Господа. Были же среди иноков и такие, которые питали ненависть на отрока Симеона, поддаваясь искушению демонскому. Святой Симеон, спускаясь оттуда, спросил водивший его, «Что это я видел?» Тут же отвечал, «Это семь небес, на которые ты был восхищен». Затем святой увидел рай и прекрасные сады, и пресветлые, и пребольшие палаты, и источник мира, протекавший там. Здесь преподобный не видел никого, кроме Адама и благоразумного разбойника. Ануфрий Великий, 12 июня Чада, ты послан Богом в пустыню эту, не для того, чтобы в ней подвязаться, но для того, чтобы, видев рабов божих, возвратиться обратно и поведать о добродетельной жизни пустынников братьям, ради душевной пользы их и во славу Христа Бога нашего.